Детям до 14 лет рекомендуется смотреть вместе с родителями. Ассалам алейкум, дорогие КАЗ-автолюбители, с вами программа ПРОАВТО. Старый добрый Субару Форестер. Сегодня мы расскажем о машине, у которой много любителей, но есть стереотипы, что она для стариков именно в американском исполнении, в американской комплектации. Что она дорога в обслуживании, что она кушает масло менее одного литра, а то и более одного от замены до замены. И что хуже всего, поговаривают, что она не едет. Это как? Сейчас мы сядем за баранку этого автомобиля, прокатимся и узнаем, едет ли она или нет. Машина-то, конечно, едет. Просто многие жалуются, что после 140-150 километров она совсем не тянет и медленно разгоняется. Все это зависит от того, что имеется под капотом. Этот Субару Форестер, который сегодня у нас на тесте и на обзоре, имеет недочеты именно по кузовной части. Вы сейчас сами все увидите. Здесь есть сколы, повреждения. Видно, что в определенных частях она была бита. Но что мне понравилось в этом автомобиле, так, это его клиренс. Это расстояние от земли и вот до порогов где-то составляет сантиметров 25-30. Да, где-то так. Давайте сейчас мы пройдем в багажное отделение. Я покажу вам багажник Форика. Ну, здесь пространства очень много. Длина от правого края до левого составляет где-то 135 сантиметров. То есть ширина. А длина 90 сантиметров. Если мы выезжаем, ну, скажем, на далекое расстояние в загород, скажем, в другой город, вы можете откинуть задние сидения и пространство становится еще больше. То есть прибавляется еще где-то сантиметров 70. Итого, в общем, длина будет составлять 165 сантиметров. Что очень удобно при дальних поездках. То, что вы сейчас видите, вот это называется проблема у любого Субарика. Именно старого, не нового. Вот эта часть арка, то есть мы видим вот крыло и здесь вот арочка уже гнет. Вот, посмотрите. Здесь она требует, скажем, скорейшей реставрации. Нужно хозяину этого автомобиля завести ее хорошему, профессиональному маляру. Чтобы он ему все здесь как бы привел в порядок. Квадратные фары, незаводские титановые диски на 17, Субарик 2000 года, 4-ступка, автомат. Под капотом имеет оппозитный нетурбированный двигатель объемом в 2,5 литров. Ребят, машина реально напоминает Ниву. То есть только, скажем, американского происхождения, точнее комплектации. Сейчас мы посмотрим салон. Заглянем в него. Сядем. Поудобней. Так, ну, чтобы мне было здесь в салоне удобно, я практически до упора должен отодвинуть сидушку. Салон очень прост. Если честно, нечем вас удивлять. Здесь есть печка. Печка, ну вот магнитолу хозяин устанавливает новую. Здесь, в принципе, такой штатный, штатная доводская магнитола. А он сюда сейчас вот установил дисплей. Коробка автомат. Полный электропакет. На велюре, кстати, велюр очень хорошо сохранился. Хотя машине по труду уже 17, практически 20 лет. Велюр очень хорошо сохранился, чистый. Салон очень прост, поэтому многого и не скажешь о нем. Но за баранкой этого Субаря чувствуешь себя очень комфортно. Он очень устойчив. И как бы ты ни вилял на нем, тем самым раскачать его не получится. В этом надежность данной машины сохраняется. Сейчас наш друг Дима с сервисного центра расскажет все до мельчайших подробностей о технической характеристике Субару Форестера. Поехали. Заждал, Слава Ждима? Здорово, как дела? Отлично. Так, ну у нас сегодня на обзоре Субару Форестер 2000 года. Давай сейчас проведем технический обзор. Ты расскажешь нам о ней. Толщиметр у тебя с собой? Да. Давай. Кстати, друзья, этот толщиметр стоит 45 тысяч. Это на заметку вам. Пошли. Ну, теперь сейчас нам что покажет этот прибор. Толщиметр давай измерим. Начнем откуда? С крыла? Да нет, с крыши. Давай крыши. Ну, невооруженным взглядом видно, что на поверхности того какого-то красного покрытия уже слазит лак. Ага. 190, 139, 136, 137. Здесь краска 140, это нормально, то есть это заводская краска. Посмотри, вся поверхность пошноркана или что это? Да, это со временем облазит краска. Здесь сразу видно очень толстый слой шпаклевки. В этой части, да? Да, Subaru, она вообще славится тем, что у нее гниют очень сильно крылья задние. То есть это больное место, у нее сгнивают. Здесь сразу видно, что был удар, скорее всего. В эту часть, да? В заднюю часть, да, был удар. И при работе, по малярных работах, не были соблюдены определенные, конечно, условия. Поэтому краска вся облазит, то есть допустили ржавчину внутри, под краской. Поэтому это все сгнивает. Сейчас мы шли с той стороны, то есть там кузов целый. Если бы не было ДТП удара в эту сторону, то я думаю, до сегодняшних дней арка была бы целая. Все эти недочеты сбивают цену? Ну, конечно. Сколько сейчас на рынке стоит такой автомобиль? Ну, в районе двух с половиной миллионов. Двух с половиной миллионов? Да, два с половиной миллиона где-то. А в таком состоянии за сколько можно приобрести? Ну, я думаю, миллиона два. Значит, мы сейчас что имеем? Под капотом мы имеем оппозитный двигатель. Два с половиной литра, да? Да. Давай мы тогда сейчас заглянем с тобой под капот, и ты нам уже расскажешь все детали, расскажешь об этом моторе, да? Все подробные, все плюсы, все минусы. Почему многие люди именно выбирают оппозитный двигатель, атмосферник, Subaru Forester. Пошли. Ну что ж, перед нами оппозитный двигатель, два с половиной литра. Теперь расскажи нам, в чем разница простых рядных двигателей, V-образных, и почему многие выбирают, к примеру, именно Forester, в котором стоит этот атмосферник. Ну, скорее всего, выбирают атмосферные моторы, потому что он динамичный, динамичный. То есть он не сильно оборотистый, то есть моторы, они делятся на турбированные и нетурбированные. То есть человек, который покупает машину турбированную, должен понимать, что за счет турбины снижается в разы ресурс двигателя, потому что турбина, она убивает мотор. Не облегчает работу мотора? Она не облегчает, она раскручивает мотор, то есть она выжимает с мотора все, что можно. То есть с турбиной моторы ходят в 3-4 раза меньше, чем моторы без турбины. Также эти моторы оппозитные, они отличаются двухвальные, четырехвальные. То есть на каждой головке стоит либо один распредвал, либо два распредвала. Конечно, у двухраспредвального вала преимущество в том, что он более динамичный, увеличивается мощность мотора, сокращается расход топлива. В Одновальном у него это, конечно, больше расход топлива, хуже тяга. Я вначале сказал, что именно расход масла у данного автомобиля, у данного мотора превышает нормы, скажем, от замены до замены более одного литра. Это так или нет? То есть многие-многие субороводы, они об этом говорят? Почему? Это сказки. Это сказки. Возможно такое, что на турбированных моторах при больших нагрузках ест масло. Если взять обычный атмосферник, нетурбированный, он от замены масла до замены масла, он не расходует. Вообще? Вообще не расходует. То есть, ну это при условии, что мотор в нормальном состоянии. То есть исправные кольца, исправные маслаки. Смотри, что лучше выбирать для нас, если мы потенциальному покупателю Subaru Forester с этим двигателем? С турбиной или без? Просто коротко и ясно. С турбиной или без? Это зависит от человека. Если он хочет гонять, конечно, лучше с турбиной. Если он хочет просто ездить, чтобы машина была средством передвижения, работяга, домашняя, лучше без турбины. То есть с турбиной у него будет больше проблем? Конечно. Дороже в обслуживании. Дороже в обслуживании. Сразу видно, да? От удара сразу видны повреждения. Замято ухо стабилизатора. То есть удар же был с этой стороны, с этой части? Да. Замято ухо стабилизатора. Поврежден подкрылок металлический. Ну вот она основа, костяк. Расскажи, Дим, что здесь происходит вообще? Мотор сухой. Есть небольшие подтеки масла. То есть, скорее всего, это был произведен ремонт, потому что поменены амортизаторы. Видно, что мининая рулевая рейка стоит. Втулки новые на рейке. Башню это отсюда подтекает. Это сразу видно. Это охлаждение коробки, запотели трубки. То есть это ничего страшного. Сланги вот эти продаются всем метражом. Их можно не обязательно модельные покупать. Их можно взять метражом, поменять. Машина сухая. Нет, ну я же прокатился на ней, ездил по городу. Очень мягкая. Вроде бы говорят, что Subaru такие более жестковатые, но она, в принципе, была мягкая. Возможно, ходовка сейчас в хорошем состоянии. Конкретно по этой машине, вообще, по заводу, машина выходит на 16-й резине. То есть 16-й диск и 16-я резина. Здесь стоят 17-й. То есть машина сейчас жестче, чем должна быть. Она будет еще мягче, если установить стандартные колеса. Ну ничего не дребезжит, не брякает при езде. Не ощущается ничего такого. Да, здесь уже видно заменены стойки стабилизатора. Здесь должны стоять пластиковые. Здесь поставлены усиленные. То есть их уже заменили. Очень частая проблема на вот именно этих машинах бегут прокладки клапанных крышек. То есть то, что я говорил, что все утечки, все видно снизу. То есть стекает вниз, здесь все сухо. Но сразу видно, что все менено. То есть новые прокладки клапанных крышек. Стоят новые шайбы. Здесь видно, что нет люфтов. Карданы могут быть частой проблемой, да? Да. Разбивается крестовина. При включении определенной скорости происходит стук. Здесь, конечно, всю ходовку переделали. Тяги здесь стоят неоригинальные. Здесь уже переделали. Стойки стабилизатора видно, что стоят неоригинальные. Их тоже переделали. Скорее всего, с какой-то эпошки поставили. Ну и в принципе теперь в общем. Дим, насколько ты оцениваешь общее состояние автомобиля? Ну если по десятибалльной шкале, я думаю, общее состояние. Сейчас по ходовой части можно оценить, я думаю, баллов на 8. А кузов, конечно, на двоечку или троечку. То есть потому что вовремя, когда начался только процесс коррозии на машине, вовремя не сделали, не отремонтировали. И это привело уже к печальным последствиям. То есть сейчас, если по-хорошему, конечно, нужно снимать все. Это по новой красить, вырезать. Но это очень трудоемко и денежно. То есть по вложениям, по кузову это очень дорого. Сегодня, наши дорогие друзья, на тесте у нас был Forrester 2000 года. В принципе, вы сами все слышали. Высший механик сказал, какие бывают проблемы у этой машины. А вообще, с чем мы можем столкнуться. Поэтому любители, они всегда останутся на своем. И если вдруг вам понравилась эта машина, то прошу любить и жаловать. Их у нас на родине очень много. Стоимость, вы тоже слышали, от полутора миллионов в тенге ночная и до двух с половиной. Поэтому самое главное, хотелось бы сказать в конце нашей программы, берегите себя, не нарушайте правил дорожного движения. На этом все. Увидимся на следующей неделе. Ассаламу алейкум. Спасибо. Продолжение следует...